здравствуйте моя семья моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился всем здравствуйте оставайтесь с нами подписывайтесь сегодня мы поговорим об одном очень важно важным достаточно скажем так недавно открытым потому что он был открыт всего лишь в 1949 году витамине витамин и или с метил метионин так он называется почему с потому что сульфоний полное название метил метионин сульфоний кто-то спросит это что можно пойти в аптеку купить да вы можете пойти купить в аптеке вам продадут может быть пустышку потому что в основном все витамины особенно очень дорогие в аптеках это пустышки это было доказано и я рассказывала вот этот витамин ию я обязательно скажу где вы можете добывать для своего организма и для организма своих родных и близких кто спешит убегайте я просто скажу что он полезен и все вот вся информация но а кто хочет стать мудрее кому это нужно необходимо и узнать почему зачем и стоит ли нужен ли он вам тот остается со мной и так этот витамин он относится группе мало изученных витаминов но даже несмотря на это ему присвоено качество антиязвенного витамина дорогие мои поэтому профилактика язвы нужно обязательно использовать витамин ию в америке исследовали его в сорок девятом году в америке а знаете что исследовали нашли исследовали сок капусты и витамин ию производная от метианина аминокислоты считающиеся незаменимы этот витамин он разрушается при действии высоких температур и относится группе витаминоподобных соединений поэтому когда вы хотите бороться с язвы желудка или противостоять или как профилактика использовать то только только сырая капуста вам поможет причем любая капуста вы скажете или спросите а с какой же язвы конкретно он борется язва желудка и язвы 12 перстной кишки а также профилактика их возникновения поэтому запишите обязательно для кого фитотерапия хобби это необходимая информация и те люди давным-давно завели тетрадочку и знают ну допустим обратился к вам ваш близкий родственник или еще кто-то и говорит у него вот такая-то проблемка вы ему посоветуете сок капусты пить или просто почаще кушать мелко порубленную капусточку дальше для тех кто живет в очень грязных областях но таких как челябинская например помните мы я рассказывала об этой области что там происходит в этом регионе где челябинск у меня оттуда друзья так вот дорогие мои если вы живете там где много токсических веществ то возьмите на вооружение вот этот витамин ию он участвует в обмене белков и жиров значит помогает обезвредить различные ядовитые вещества и токсины снять последствия и симптомы пищевого отравления и аллергии и помогает при лечении полиноза бронхиальной астмы защищает печень от жировых перерождений это продукт похудения вы должны знать любой продукт который в себе содержит витамин ю это продукт похудения то есть например капуста есть этот витамин в большом количестве в петрушке в шпинате в большом количестве его продают в баночках покупать не советую потому что пустышки было доказано врачами что только в живом соке капусты и или петрушки или сельдерея вы можете его употреблять при термической обработке он разрушается поэтому это ерунда синтетический витамин вообще ерунда ну и вот что мы видим капуста белокочанная свекла сейчас как раз вы можете свеклу во всю использовать ростки горошка ростки фасоли поэтому я проращиваю и фасоль и чечевицу там везде в проростках сои в шпинате я уже говорила в помидорке и в свежей томатной пасте в спарже в сельдерей как в самом корне так и в зеленой части в брокколи и в молоке козьем да дорогие мои в козьем молоке и так теперь вы знаете что по последним данным это мощный антиаллергетик и антисклеротик у кого депрессии стрессы он очень эффективен по данным радиоизотопных исследований было выяснено что витамин ю играет важную роль в процессе трансментилирования и используется при синтезе днк и рнк фосфолипидов адреналина белков креатина мелатонина таурина и других веществ а какая же суточная норма витамина ю витамин ю следует принимать не более 200 миллиграмм в сутки при заболевании желудочно-кишечного тракта или любых гастрологических заболеваниях употребление происходит внутрь после еды да даже 5 раз в сутки советуют по этой схеме витамин принимается но опять-таки этот витамин принимается через допустим столовую ложку капустного сока 5 раз в сутки еще раз после еды не менее 40 дней теперь вы знаете что когда мы употребляем продукты с кальцием то для того чтобы кальций усвоился параллельно с ним мы добавляем витамин d и витамин а е вид например если мы употребляем йогурт то мы добавляем проросшие семена льна все это замечательно и вы здоровые веселые и у нас усваивается все потому что в семенах льна все есть а вот как же сделать что делает витамин ю а витамин ю помогает в метаболизме витамином b6 и b12 и бетаину поэтому их можно и нужно принимать вместе запрещается применять людям с гиперчувствительностью новый спросите у своего лечащего врача можно ли вам кушать эти продукты вот вывод какой если у вас нехватка витамина ю то могут начаться проблемы в работе желудочно-кишечного тракта то есть если у вас проблема желудочно-кишечным тракт значит у вас не хватает витамина ю и в дальнейшем это конечно может привести к образованию язвы желудка и двенадцатиперстной кишки поэтому женщины все это понимают а вот мужчины они пренебрегают капусты капустным сок капустный капустным соком а также шпинатом сельдереем и другими продуктами которые просто необходимы поэтому я часто вам показываю салатики которые употребляют то есть свекла что такое свекла это как раз там кладез витамина ю вот фирма оник вообще изумительно там с добавлением женьшеня а там есть витамин b и все вместе это конечно же благоприятно влияет и без термообработки это все там в сыром виде сельдерей добавляется сырой всегда добавляют в салатики во все они сельдерей капустный салат у них великолепный в общем вот такое вот так что не пренебрегайте моими советами и еще запомните в продуктах животного происхождения витамин ю как я уже сказала ранее в козьем молоке в изобилии есть и в коровье в печени курю именно печень куриная и в куриных яйцах и не забывайте что этот витамин разрушается при действии высоких температур и относится группе витаминоподобных соединений поэтому обязательно включите в свой рацион все виды капусты свеклу сейчас самый сезон обязательно включите козье молоко в виде кефирчика обязательно включите яйца и будьте здоровы не болейте а я вас люблю будьте благословены пусть бог дает вам по вашим нужным пока пока